Прививались вы, нет? Нет, не прививался. На работе очень аккуратно, нигде мы особо не контактировали, поэтому как-то думал, что не потребуется. А тут получилось, что жена в детском саду работает, ну там где-то, наверное, вот и в месте заболений, по сути. Рост заболеваемости мы фиксируем. Да, действительно, к сожалению, почти на самых высоких цифрах, которые были и ранее зафиксированы. И проблема заключается в том, что эти высокие цифры повторяются изо дня в день, и в том числе по показателям госпитализации. Поэтому в этом какого-либо чрезвычайщины нет, но требует всемирного напряжения наших сил системы здравоохранения, тех ресурсов, которые мы планировали, которые задействовали согласно наших всех действующих планов. Мест хватает. Более того, мы превентивно открываем койки в каждом регионе индивидуально. Процентов 15-20 койк открывается превентивно к имеющимся пациентам. Вот, например, в Брестском регионе есть 560 свободных мест, которые перепрофилированы. Как пример. Кого-то больше, кого-то меньше, но коечный фонд имеется везде, в Минске в том числе. Наша задача заключается в том, чтобы любой нуждающийся пациент был госпитализирован в стационар. И любой пациент, который не нуждается в стационаре, должен быть выведен на систему удалечивания, либо в авторное звено. Потому что нахождение в стационаре, собственно, на срок больше, чем положено, несет за собой другие риски. Перекрестное инфицирование, госпитальный инфекция и тому подобное. Весь мир, и мы в этом не исключение, наш опыт показал, особенно наш опыт первой волны, этапности оказания медицинской помощи. Максимально быстрое выведение пациентов из блоков лечения, скажем, из стационарного блока, на долечении, либо домой, когда пациент не нуждается в этом виде медицинской помощи. Хочу обратить внимание, что эта волна четвертая, пятая или шестая, очередная волна, мы особенно не считаем. Есть теория и практика эпидемического процесса, которая говорит о волнообразности лечения заболевания. Пока мы ее не решим, вопросами, прежде всего, вакцинации, создания мощного иммунитета, который для данной вида заболевания все-таки более эффективен путем вакцинации. Я посмотрел тяжелых пациентов, безусловно, не всех, я посмотрел реанимацию, и хочу сказать так, что в реанимациях пациентов вакцинированных нет. Когда я беседую с пациентами в отделении, когда я беседую с пациентами, которые могут говорить в реанимациях, я задаю вполне резонный вопрос, что вас не повлекло не вакцинироваться. Вот эта извечная авось, которая звучала сегодня почти от всех пациентов, меня, если не удручала, то, по крайней мере, говорит о том, что мы чрезмерно должны актуализировать вопрос осознанного прихода на вакцинацию, осознанного отсутствия риска. Не только для себя, я уже повторяю, не первый раз. Если ты вакцинируешься, ты защищаешь не только себя, а если ты еще более-менее молодого возраста, не столько себя, ты вакцинируешь окружающих, ты защищаешь своих родителей, ты защищаешь своих бабушек, дедушек, ты вносишь вклад в лепту победы над вот этой пандемией. Поэтому еще раз всех призываю сделать свой осознанный выбор. Вакцины много, вакцины разные, и мы ждем вас на пунктах вакцинации, чтобы не встречаться с вами в этой хорошей больнице, в другой хорошей больнице или где-нибудь в поликлинике.